Я рада вас приветствовать на моём канале. 29 мая, 16 мая по старому стилю отмечается народный праздник – День Фёдора Житника, Фёдоров день. Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминает преподобного святителя Феодора. По народной традиции 29 мая отмечают День Фёдора Житника, поскольку обычно к этому времени старались засеять всё жито. Сегодня по церковному календарю День Святого Фёдора. Известно, что этот святой был праведником и мучеником, который умер за веру Христову. Поэтому к нему сегодня обращаются за помощью. Но в народе этот день считался одним из самых несчастливых в году, поэтому его старались провести с осторожностью. Народные приметы на 29 мая помогут избежать больших трудностей и несчастья. Этот день обычно начинают с молитвы святому Фёдору. Его просят помочь, оказать покровительственную поддержку и уберечь от всякой беды. В остальном же этот день нужно провести максимально спокойно, так как любые начинания и дела сегодня могут иметь непредвиденные и негативные последствия. Сегодня нельзя делать ничего важного, принимать решения, которые определяют дальнейшее будущее, и принимать участие в грандиозных мероприятиях. Даже работать сегодня нежелательно, так как вся работа может быть на смарку. Острые предметы в руки тоже лучше не брать, есть большой риск травматичности, а потому рукоделие лучше отложить до лучших времен. Приметы на 29 мая говорят, что убережься от беды поможет рябина. Это дерево издавна считается сильным оберегом. Именно к концу мая рябина зацветает. Если срезать цветущую веточку и поставить ее в доме, то она будет оберегать жилище и всех домочадцев от бед, принесет в дом положительную энергетику и очистит от отрицательной. Также она защитит от дурного влияния, от порчи и сглаза. А враги и воры в этот дом больше не зайдут. В этот день считают особый заговор, чтобы у человека слава была. Для этого нужно взять колокольчик и в три часа ночи после полуночи зазвенеть этим колокольчиком и трижды сказать, как громко и звонко колокола гудели и звенели, «На весь мир православный пели, так бы и обо мне, рабы Божьей, люди добрую славу говорили. Почитали меня, уважали меня и любили. Аминь». Хозяйки Федора в день традиционно готовили манную, пшеничную или гречневую кашу и молили Господа о богатом урожае злаков и зерновых. Верили в примету, что если на Федора на обеденном столе будет разнообразие каш, то весь год семья не будет голодать. К 29 мая в деревнях начинался период приготовления к свадьбам. Женщины перетрушивали ручники от пыли, а если была необходимость, то и стирали. Сушили подальше от чужих глаз, чтобы никто не позавидовал и не наслал проклятия. После просушки обязательно сбрызгивали освященной водой и читали молитвы на счастье молодых. Бытовала в народе поверье, что если будущая невеста 29 мая заболеет, это знак, что она рано овдовеет. Девушки этого очень боялись, поэтому с утра шли в церковь и ставили свечку за свое здравие и своего любимого парня. Существовал в день Федора Житника запрет. Сегодня можно было работать в полях только до полудня. Считалось, тот, кто ослушается, потеряет по какой-либо причине свои посевы. Они либо в пожаре сгорят, либо украдут их, либо градом побьет. Все боялись такого наказания. Поэтому в обед шли домой, чтобы поесть каши и заняться домашними делами, которых тоже всегда хватало. Наши предки 29 мая считали несчастливым днем, поэтому не назначали на эту дату никаких важных событий. Однако, если отказаться от них по какой-то причине было невозможно, обязательно читали перед тем, как к ним приступать, отче наш девять раз. Тому, кто отправлялся на Федора в поездку, перед сном клали под подушку горсть жита, завернутую в платок матери или кровной родственницы пожилого возраста. Путник обязательно брал этот узелок с собой в качестве оберега. Так как этот день считался днем неудачным, то именно сегодня старались любыми способами привлечь в свою жизнь счастье и благополучие, в том числе и с помощью заговоров, обрядов и ритуалов. Читали в этот день особый заговор на монетку, чтобы неудачи прошли стороной. 29 мая брали монету и клали ее с утра пораньше под копыта коня. Говорили при этом такие слова заговора. «Конь, повсюду скачи, удачу мне принеси!» «По монетке потопчись, чтобы все неприятности уничтожились!» «Аминь!» После этого монетку забирали и клали себе под пятку. Носили в течение дня, чтобы все невзгоды с сегодняшнего дня прошли стороной. На следующий день монету выбрасывали на развилке трех дорог. Согласно приметам, огненно-красная луна сулит сильный ветер на следующий день. Если расцвели кувшинки, заморозки закончились. Считается, что 29 мая – это один из самых несчастливых дней в году. Сегодня лучше не принимать важных решений и не начинать важные дела. Приметы говорят, что от несчастья убережут веточка цветущей рябины, которую нужно поставить в доме. Многие запрещающие народные приметы и запреты на 29 мая, которые напоминают, что не из-за дела День Федора Житника, связаны с предстоящим периодом свадеб. Это с тем, что издавна на Руси считалось, именно с этого дня лучше всего начинать подготовку к предстоящей свадьбе. И тогда брак станет счастливым и долгим. Однако случится это при условии, если не будут нарушены некоторые запрещающие приметы, которые веками собирались нашими предками. Так нельзя 29 мая, чтобы рушник, который кладут под ноги молодоженам, а также свадебный наряд для невесты, покупала мать жениха. Иначе будет она враждовать с невесткой. Покупку этих вещей должна сделать будущая теща. А вот свадебные туфли необходимо приобретать лично самой невесте. И делать это следует в одиночестве, поскольку присутствие подруги или любого другого человека во время выбора свадебной обуви может стать причиной скорого развода. Нельзя обручальные кольца брать у родных, даже если они прожили в счастливом браке. Молодые супруги вынуждены будут постоянно обманывать друг друга. Например, сыну придется врать матери и жене из-за их конфликта друг с другом. Или же супруге постоянно прятать деньги, чтобы не провоцировать скандалы на денежной почве. Подружкам невесты нельзя покупать одинаковое платье, хотя это и принято в современном мире. По примете, муж будет ходить налево. Допускается лишь единая цветовая гамма, фасоны же нарядов должны быть разными. Кроме свадебных запрещающих примет, 29 мая в день Федора Житника существуют и другие поверья, созданные с бытом. Так, 29 мая нельзя заниматься уборкой в доме, если огород требует внимания. День Федора Житника важнее порядок на земле, иначе она может обидеться и перестать родить. И тогда в этом году будет не урожай, особенно ячменя. В этот день нельзя оставлять на тарелках обедки. По примете, в будущем придется доедать за другими. 29 мая надо все, что осталось из недоеденного, отдать домашним животным или же вынести во двор. Нельзя в день Федора Житника пользоваться ложками. Согласно поверью, можно привлечь в дом беду. Поэтому 29 мая лучше приготовить второе блюдо, а от первых отказаться вовсе. Что же касается напитков, то на них эта запрещающая примета не распространяется. Поэтому можно не бояться размешивать сахар ложечкой. Если рябина цветет 29 мая, примета, что тепло уже надолго пришло. Обилие ольховых шишек в день Федора Житника значит ячмень уродит. Если соловьи замолкли, ячмень в колос пошел. По примете, много зерна в этом году будет, если 29 мая гром громыхает в небе. Обилие рябиновых цветов в день Федора значит предстоит урожайный год на овес и лен. Дождить перестало, а бабочек все равно не видать, значит еще будет дождь лить. Согласно примете, будет хорошая погода, если лягушки во время ливня квакают. Считается, что рожденные в этот день обладают суровым нравом. Они надежные и верные друзья. С ними как за каменной стеной. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok